Приветствую вас! Дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валдай, и мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикой Охоты, дополнение Кровь и Вино. Ну что же, в предыдущей серии мы с вами закончили второстепенный квест, который назывался Винные Войны, точнее даже получается цепочка квестов, потому что там было как минимум 3 этапа. Ну и теперь, собственно, давайте поглядим, что у нас там еще интересного осталось, может быть выполним какой-нибудь Ведьмачий заказ, почему бы и нет, собственно, давайте поглядим. Задание Коровьи Лепешки, Баклерская Сафари, либо же заказ Монстра из Туфона, я думаю, что вот это для начала попробуем. Уж больно мне название импонирует. В профессии Ведьмака нет места скуки, когда уже не хватает Куролисков, Стрейкер и Накеров, всегда можно рассчитывать на что-нибудь необычное, например, на корову, которая упала с неба прямо на одного из работников Каменоломни. Вот вам и заказ, который у Руи Ведьмака из объятий рутины. Так, давайте поглядим на карту, где, собственно, этот заказ находится. Находится у нас он выше, но по дороге у нас как раз будет парочка знаков вопроса тогда в таком случае. Я думаю, что, например, можно начать... Даже не знаю, да в принципе, давайте вот с этого начнем. Вот сюда мы сейчас просто телепортнемся и быстренько вот этот знак вопроса осмотрим. Так, место перемещения должно быть прямо перед нами, где-то вот здесь получается, да? Еще раз карта. Да, все правильно. Где-то в той стороне. Ну что ж, давайте посмотрим, где. Вот, кажется. Совершенно быстрый переход в таком случае, потому что это будет явно значительно быстрее, нежели двигаться пешком. Да, это деревеньки, а там поглядим. Что же там такое за знак вопроса? Ну, судя по какой-то местности, рядом с ним на карте изображено, возможно, вполне, что это будет очередное покинутое селение. Хотя, может и нет. Впрочем, скоро мы все сами узнаем. Я думаю, что посетим еще 2-3 серии второстепенным квестом, а потом продвинемся немножко дальше по сюжету еще. У нас с вами просто еще куча осталось заданий, которые мы не выполнили второстепенных. В том числе, соответственно, и которые мы даже еще не взяли, допустим, вот там вот будет доска объявления около знака вопроса. Обвалившийся дом. Похоже, кто-то подкопался под фундапент. Угу. Ведьмача древности, гроссмейстерский доспех, школа медведя. Где ж такое видано? Любопытно. Ты с ревеном торгуем. Любопытно. Рассчитать завал с помощью арта. Ну, давайте попробуем. Ох, нихрена. Как ее заплющило-то. Отлично. Ремонтный набор подмастерья оружейника. Давайте посмотрим, что у нас тут будет. Почему бы и нет? Вот, кажется, доспех, собственно, далеко ходить не надо. Да, так и есть. Дневник Шарите Гон Тран Дет Уфо, чертеж серебряный меч, гроссмейстер, школа медведя, чертеж доспехи, гроссмейстер, школа медведя, перчатки, школа медведя, а также, соответственно, белое вино из Баклера. Ну что ж, посчитаем дневничок. 17 мая 1943 года. Наконец-то ты ответил на объявление. Огромный как гора и бродатый как краснорыд в виде макрос. Спросил все про заказ и говорит, что возьмет цену денег. Себе потребовало столько, сколько мы на преданное для ФИФИ откладываем. Надо же, какая наглость. Но у меня не было иного выхода, пришлось согласиться. 18 мая 1943. Ведьмак утверждает, что источник неприятности подземное чудовище. Он обошел все округло и, наконец, нашел вход в комплекс пещеры, ручья в лесу Марцисенте. Завтра собирается туда спуститься. 20 мая. Ведьмак не возвращается. Какой-то эльф из города спрашивал о нем. Надо же, дал наш адрес нелезем. Какая наглость. 27 мая 1943. Ну все, больше ведьмака никогда не найму. 10 дней будет, как он взял аванс и пропал. Вещи, которые он оставил, собираясь продать, чтобы хоть немного покрыть убытки. Жаль, что это в основном барахло, которое никто и купить не захочет. Кого бы не охотился этот ведьмак, охота была неудачной. Надо быть начеку. Ну, любопытно. Давайте заценим, что тут еще есть. Уже до конца залутаем это место. Не думаю, конечно, что тут будет что-то еще хорошее, но тем не менее. Любопытно посмотреть, чем все это дело кончится. Поджечь? Ну, почему бы и не поджечь? Сокровище под охраной. Это у нас, видимо, сверху. Где я предполагал, что будет как раз-таки покинутое селение. Или все-таки здесь, снизу прям. А очень может быть, что и снизу. Какого черта? Так, ладно, спокойно. Не спешим. Добавим немножко освещения для начала. Так. Ну, допустим. Дневник влюбленного клерка. Флорины. Золотой перстень с бриллиантом. Решено. Завтра я спрашиваю. Живем-то один раз. Мы условились встретиться в нашем обычном месте в полдень. Клариса просилась на полдня. Я тихо ускользну из конторы. Это старый дурак. Мой начальник ни за что не заметит моего отсутствия. Если заметит, что с тобой. Я молодой, надо другую работу. Хотя, если Клариса узнает, что я решился работой, она может мне отказать. Я бы давно уже сделал ей предложение, если бы не знал, как сильно она боится бедности. Она никогда сама этого не говорила, но я вижу, что ее это очень беспокоит. Но чего же мы ждем? Вместе вести хозяйство гораздо проще и выгоднее. Главное, нам больше не придется встречаться тайком. Я хотел бы пригласить ее в одно из лучших заведений в Баклере. Тысячу раз себе это представлял. Ухоженные официанты подают нам фуа-гра и фруктовое мороженое. Клариса сидит на атласной подушке. Ее роскошные черные волосы спадают на плечи. Она выглядит просто прекрасно. Самая красивая женщина во всем зале. Я достаю кольцо с бриллиантом. Беда только в том, что я ни за что не мог бы себе это позволить. А даже будь мне все это по карману, Клариса все равно бы настаивала на том, что я достаточно и простого серебряного кольца, а деньги лучше потратить на наш собственный дом в верхнем городе, где мы откроем мастерскую, в которой она сможет продавать шляпы. Завтра я сделаю предложение в заброшенной винной пещере, где мы провели столько прекрасных часов. Клариса никогда не жаловалась ни на паутину, ни на старые бочки с вином. Но завтра все это закончится. Как только мы поженимся, я перенесусь из порог своего дома. Там будет тесновато, но по крайней мере для кровати место найдется, и там не будет паутины. Пока у меня только простое медное кольцо с самой дешевой красной стекляшкой, но я обещаю, через год на ее пальце будет серебряное кольцо с настоящим аметистом, или может быть даже рубином. О, Клариса, я жду и не дожду ятрашнего дня. Думаю, сегодня мне заснуть не удастся. Любопытно. Однако, что-то вас сгубило. Вместе с Кларисой. И что, я пока, честно говоря, не вижу, потому что вроде как все спокойно в этой пещере. Ладно, пошли на выход. Больше надо тут делать явно нечего. Но место было любопытное. Реально любопытно. Считаю, что я просто мимо проходил. Так, Гераль, давай, погнали. Нас с тобой ждут великие дела. О, кстати, по-моему, какие-то гады. Смотрите, они нарисованы все-таки снизу. То есть какие-то призраки там есть, видимо, или что-то такое. Фиг его знает. Но когда мы были внизу, мы никого не видели, это главное. Красивый закат тем временем у нас. Над землями Тусэнда. Ну, а мы тем временем приближаемся. А, подожди, приближаемся. Может куда-то не туда бежим? У нас же другое задание стоит. Какого хрена? Так, ладно. Это поправимо. Ну, и, конечно же, бежала в другую сторону. Естественно. Само, мать его, с собой. Куда? Вот она, моя невнимательность сказывается. Ну, я с вами просто записываю серию. Я рано утром спала, часа четыре, наверное. Ну, впрочем, как обычно. Поэтому немного могу еще втыкать. Так, ладно. В принципе, 200 шагов. Я думаю, что полтванам уже не понадобится. Добежим уже самостоятельно. Может, по дороге что-нибудь интересного увидим. Вряд ли, конечно, уже, но мало ли. Но вдруг. Так, 80 шагов. Там по идее должна быть какая-то деревенька, если я не ошибаюсь. А, каменоломня. Каменоломня Орда Иза. Ох, нифига. Тихо-тихо, Геральт. Спокойно. Давай-ка мы лучше найдем аккуратный, красивый спуск. Например, вот этот. Любопытное местечко. Где-то ведь вроде здесь должна была быть еще доска объявлений, насколько я помню. Кстати, можно загрунуть кузнецу, в принципе, и пробовать торговать с ним, если у меня есть чем. Я, честно говоря, не помню. Вроде что-то было на продажу. Внимание у всех членов гильдии торговцев Тусента. Ведьма Геральт из Ривии причинил серьезный ущерб правлению Гиндели Борндерей. Как лицо, вредящее нашим интересам, он лишается права на скидки, льготы и специальные предложения. По правде говоря, и вовсе на следу оба обслуживают, но деньги не пахнут. Если вам придется иметь с ним дело, пускай он почувствует, что с гильдией шутки плохи. Пускай платит и плачет. Ну, нифига себе. Любопытно, чем же я так и насорил. Я, честно говоря, не помню. Офигеть. Весело, конечно. Вы не очень-то похожи на каменолома. Это мешает тебе со мной торговать? Ничуть. Я о том, что тут вы ничего полезного себе не найдете. У меня все больше товар для мужиков из каменоломни. Но если желаете взглянуть, смотрите, я не против. Да мне бы, собственно, только продать, ты же не парься. Какой-то ты гостеприимный слишком. Послушай, ты всегда такой дружелюбный? Или сегодня с левой ноги встал? Нормально я встал. Как обычно. Правда, на левую ногу я хромаю. Работал я тут когда-то. В каменоломнях. А как кусок скалы откололся, так всю стопу мне раздробил. Прости. Глупо вышло. Ничего. Тут это часто случается. Такая уж работа. Все постоянно что-нибудь ломают, лодыжки подворачивают, шеи сворачивают. Покажи свои товары. Да уж, любопытный мужичок. Ну ладно. Что ж, давайте поглянем. Смотрите, какая-то кирка офигенная, что ли. Да, Кайло, вспомогательное оружие. Ох, ну нифига себе, просчитано скорющего урона. На 48 уровень. Жестко. Жестко. Что у него еще? И всякие разные факела. Ну в общем, да, всякий хлам, короче говоря. Ладно. Впрочем, у меня с моим тоже, на самом деле, не богато по лишним вещам. То есть я, видимо, все-таки все уже продал. Повторного ничего реально не вижу. Разве что красок по две штуки. Можно по одной, в принципе, впарить. Они по деньгам хорошим уходят. Я, правда, не знаю, нафига мне тут все синие и так далее. Может быть, в принципе, вообще их продавать. Наставлять себе только черную, да разве, может быть, серую. Ну а пока ладно, пусть по одной будет. На всякий пожарный, мало ли. Мне в хозяйстве пригодится так проще. Нас интересует. Сейчас мы его впарим. Всякий вот такой же хлам. Благо, у меня его довольно много. Золотой перстень с бриллиантом. Мусор, нифига себе. Всем бы такой мусор находить. Деремитовые кандалы по очень хорошему курсу, кстати, уходят. Золотой ожире с жемчугом тоже очень неплохо. И вот считайте, что у него денег-то, в принципе, уже и нет. Двести. Ну и все, осталось двадцать девять монет. Ну вот, в принципе, вот так. Тринадцать монет себе оставь. Ну и спасибо большое за то, что поторговал. Почти две штуки, мы у него. В целом неплохо. Так. Ну давайте сразу улучшим наши вещи, снаряжение. Почему бы и нет. И, в общем-то, дедут аккуратненький спуск. Вот он. И, в общем-то, пойдем ниже. Я бы, на самом деле, еще до утра помедитировал. Во-первых, эликсир восстановить не лишний. А во-вторых, но еще тут шарится как-то не очень охота. Тут вот так-то все ноги подворачивает, и лодыжки ломает. А уж ночью и подавно, наверное. Так, ладно, тем временем мы пришли. Ну вот, кажется, и управляющий. Бригадир, да? Панфутий. Мужики, что вы несете? Какая еще кара? Просто так вот неудачно вышло. Давайте за работу. А то, если мы голову вовремя не закончим, нам заказчик яйца открутит. Так вы, значит, и скажете, вдове Эмильена, корова, мол, его раздавила, несчастный случай. Это, милые мои, серьезное дело. Тут мага какого надо позвать, или другого мастера. Что у вас тут случилось? Мастера спрашивали? Вот он я. Это же тот ведьмак, что в город приехал. Может, он и нам какие экзорцизмы почитает? Спросить надо, сколько возьмет. Я видел объявление. Там было про какую-то корову или кару. Так самое настоящее. Боги, должно быть, совсем озверели. Потому как в Зерикании сперва шел дождь из саранчи, а потом уже из лягушек. А у нас сразу по людям коровами херачат. Ладно тебе, ладно? Нечего панику сеять. Пойдите сюда, мастер ведьмак. Я вам все спокойно объясню. Любопытно. Что и говорить. Дело дрянь. Надо же, корову раздавила. Жалко Эмильен. Добрый был работник. Я им сразу сказал. Наверняка всему есть простое объяснение. А они мне толдычат, мол, божья кара. Давай доплачивай за сложные условия. Но сами понимаете. Ох, разорят меня паскуды. Значит, мне надо понять, почему с неба упала корова, так? Ну и это тоже. Корови из теревы убирать не стали, так на втором карьере какое-то говно завелось. Страх туда заглядывать. Ничего странного. А что за корова была, откуда? Не ясно? Ну, обычная, пестрая. Ничего особого. Во втором карьере лежит, воняет. А Эмильен прямо под ней. Так что, вы заказ-то брать будете? Или как? Так, конечно, буду. А что вы тут, собственно, делаете? Какая-то голова там, что-то про голову было. Если мы голову вовремя гать не успеем закончить, то заказчик нам яйца оторвет. Интересно. Чем вы тут занимаетесь? Делаем статую пророка лебеды. Значится не всю сразу, а так, по кусочкам. Тут объявился богобоязненный заказчик. И, считай, через 50 лет заново запустил строительство. Подрядил все каменоломни в округе. И все бы шло по плану, если бы не это происшествие. Я вас прошу, мастер, займетесь этим. Понятно, видел я вашу статую. Она их, правда, еще не доделанная. Мне как раз-таки, по-моему, головы и не хватает. Ну что же, ясно. Были свидетели у этого происшествия? Мне нужно разузнать побольше об этом деле. Кто-нибудь видел, что произошло? Нет, но шум слышали. Астерф как раз пошел к Эмильену глянуть, как у него дела. А тут вдруг что-то здоровое в землю как пизданет. А через минуту еще что-то об этот кран приложилось. Ну, об кран-то явно не корова билась. Должно быть, нет. Мы по-всякому хотели с утра посмотреть, что там, как. Только нас эта паскуда прогнала. Ну вот с тех пор работа и стоит. Так что не конетельтесь. А скажите, беретесь за работу? Как-то надоел-то мне уже, а? Давай-ка деньги обсудим для начала. Прежде чем я решу, поговорим о вознаграждении. Ага. Ну, давайте поторгуемся. Сколько? Сколько? Ну ты что-то как-то не густо даешь. Ну давай хотя бы 330, что ли. Будь по-вашему. Только это крайняя цена. Без всяких там чаевых. Ясно? Ну ладно, ладно. Чего я сам себе накопаю там где-нибудь на месте. Я проверю. Может здесь поврежденный портал, но не думаю. Награди вас, святой лебеда, детишками. Буду ждать вашего возвращения. В демоке так-то бесплодный родной. Поэтому тут, мне кажется, и лебеда не поможет. Ну что же, любопытно. Давайте посмотрим корову, которая упала с неба и придавила человека. Мне кажется, это дело какой-нибудь летающей бестии. Это какая-нибудь там очередная миверная. Тащила себе эту корову, чтобы похавать, собственно, и по дороге уронила просто. Но потом еще и об кран приложилось, как он говорит. Наверное, вот так вот как-то я это все вижу. Но посмотрим, прав я или нет. Покажет время. В любом случае, надо подняться повыше немножко для начала. И осмотреть тушу коровы. Там она, говорит, лежит, воняет. Мы убирать ее не стали. Да уж. Так, ну вот, собственно, вторая карьера. А вот там как раз и доска объявлений есть. Сейчас заодно и к ней тоже зайдем. Сразу, чтобы... Что там, кто там? Уже слетелись. Главное, чтобы следов не задоптали. Ну, поехали. Потанцуем. Первый пошел. Второй пошел. Обновим Куэн. Минус три. И последнего. Готово. На пополам, ублюдка. Я, правда, не понял, почему у меня ведьмак сам спрыгнул с крыши. Я хотел на него просто зарезать, поставить, понаблюдать. Куэн поставить аккуратненько. А он что-то как-то раз и резко сам спрыгнул. Любопытная фигня, конечно. Так, ладно, этих золотарьев. Место происшествия осмотрим чуть позже. Для начала давайте подойдем к доске объявления, чтобы потом уже с ними не заморачиваться. Поглядим, что пишут тут любопытного. Философ-политолог ищет единомышленников. Ищу места, где я могу прочесть свою лекцию под названием «Бестия, как метафора монархии» Руфус Вар Рейн. Пара старичков в беде. Я всем хотел рассказать, какова истинная натура графини Сахор. Так вот, эта сука, ничтоже сумняшися, вышвырнула на улицу двоих старичков, которые с незапамятных времен жили в хозяйстве Базан. Уж не знаю, зачем она это сделала, но поступок был исключительно подлый. Аноним, коему чужда подлость. Объявление. Скупаем странного вида камней. Подробности у автора. Факультет натурал-философии Имперской Академии. Поход рыцарей на Кастельдачию. Как всем известно, с того дня, как негодяй, прозванный Фильбертом Четверхпалом, и его банды перебили семью, владевшую поместьем Кастельдачия, там творятся скверные дела. Люди говорят, что имение стало домом премьерского живодера. Настало время это установить и выяснить наверняка, собирая смельчаков, которые отправят со мной туда странствующий рыцарь Хэнкель Бородач. Пропал сын. Мой считает, что это не сын. Матиссон не возвращается домой уже 10 дней, боюсь. Как бы он ни стал уроженосцем какого-нибудь странствующего рыцаря и не отправился с ним по белу свету. Если кто знает, что с ним делается, пусть даст мне знать. Амелия Блосс. Мать. Внимание калеке. Ремесло странствующего рыцаря – это не только слава. В походах нетко теряя части тела. Всем пострадавшим предлагаю дешевые деревянные протезы пальцев. После посещения моей мастерской любой из вас без лишних слов сможет заказать в корчме 5 кружек пива. Грубер по прозвищу Пальцедел. Любопытно. Отметка неизвестное место. Ну и все, собственно, таких вот очевидных кустов новых. Как вы видите, у нас нету так. Ну, правда, корова доваляется. Духлая льгуль. Любопытно. Это значит, тот имя Илья, на котором говорили работники, бедолага. Ну, ладно, чего бы начать. Ну, я уже вижу на брюхе, на самом деле, следы когтей, по-моему, да, сбоку. Ну, давайте для начала рану тела работника посмотрим. Раздавлен большим весом. Основание черепа сломано. Свежие следы зубов. Трупоеды. Но они его подрали уже после смерти. Жестко, конечно, жестко. Так, рана корова от падения. Часть ткани раздавлены. Она явно упала с большой высоты. Жесть. Раны коровы от укусов. Распортое брюхо. Крови не так много, значит, это произошло после смерти. Сердце уже не нагнетало кровь. Следы зубов, но небольших. Труповеды, ясное дело. Тут же сбежались на добычу. Так, ну и последнее. Колотые рваные раны на корове. Глубокие раны от когтей. Расстояние между когтями, как у драконита. Может, тебе верно? До смерти вызвали мне эти раны. Ну вот, собственно, все и сходится, да. Все ясно. Крова убилась после падения с высоты, когда ее упустил какой-то драконит. Наверное, молодой. Нес корову в гнездо, она оказалась слишком тяжелой. А Эмильен, по несчастью, как раз стоял внизу. Теперь еще этот кран. Так, ладно, кран мы проверим обязательно. Но давайте для начала сразу же возможно налить что-то как драконит. Перестрахуемся заранее и нанесем маслица на клинок, соответствующая против драконитов. Сейчас надо только найти его здесь. Огры, магические твари, инсектоиды, звери, реликты. Ну вот, улучшенное масло против драконитов. Чудесненько. Так, ну теперь пойдем к крану. Ну же, Геральт, давай не разочаруй меня, пожалуйста. Я надеюсь, ты туда сможешь. Господи, боже мой, пройти. Выше еще подняться надо. Хорошо, поднимемся. Без проблем. Так, аккуратненько, главное не упасть. Угу, вижу кровь. Должно быть, драконит крепко тут приложился. Наверное, он упустил коробу, его мотнуло в воздухе. Вот он и поранился. И к лучшему, тем легче будет его выследить. Угу. Используя чуть-чуть ведьмака, пойти по следу раненого дракониды. Ну что же, давайте попробуем, друзья. Правда, пока что я следов крови не вижу, но я думаю, что это временно. Следы крови дракониды едва заметные. Я на верном пути. Ну вот и они. Ну что же, отлично. В таком случае понеслась. Так. Вижу еще несколько лет. И еще вижу. Отлично. Ну что же, тем будет и проще. У меня выхлынула кровь. Выходит, рана была серьезнее, чем я предполагал. Угу. Вот оно как. Ну, тем проще будет его добивать, значит. Получается. Скорее всего, конечно. Если он там один окажется, то мало ли, может там у него еще. Вторая половинка присутствует. А где, собственно, дальше? Что тут он? Пересек речку? Над мостом он прилетел или где? Да, вон, кажется, пятна крови. Прагой. Скорее всего, драконик напал на местную виноклорку. Ну-ка. Получай, родной. Черт, вы гнильцы. Только маслом избиваете эффект. Лови, родной, твои. Ну, предположим. Там, кстати, кажется, где-то еще один. Ах, ты сволочь. Из-под тишка напал. Так, готово. Закусим сухофруктами это мне прядь. И поехали лутаться. Доспехи баклерского офицера. Всегда интересовало, откуда такие вещи. На винокурне находятся. Ну, какое-то письмецо, кстати говоря. Записки самогонщика. Любопытно. И тогда я сказал министру Трэмбле, что, по моему мнению, Дарина Сенс Ретур с ее винами уж слишком разрекламирована. А Аст-Эст, с тех пор, как она поступила в массовое производство, пора переименовать в ИТД и ТП. Потому что лучшие его годы уже безразвратно прошли. Он мне на это говорит, что я прав. И что сам он всегда более ценил Код де Блюссур. Он также нехотя признался, что поправить и ценит это вино даже выше Сангриаля, который, достопочтимая княгиня, иногда доставляет к столу самому близкому своему кругу. Я, как последний идиот, поддержал этот разговор и признался, что каждый раз, когда мне доводилось пригубить Сангриал, приходится выжать тюмочку ржаной водочки, чтобы избавиться от пакостного плевкуса во рту. Но пьяный я был, что ж поделать. И получается, что я переоценил свое положение при дворе, потому что хватило одного слова Трэмбле на ушко княгини, и я мегом ощутился на улице. А на место княжеского хранителя вернулся Бенуа, над которым некогда смеялся весь двор после неизвестного скандала с баронскими дочками Никой и Кириной. Что же мне было делать? Посталось переключиться на изготовление и употребление самогона, потому что именно он всегда был моей страстью. Вот так вот, да, болтнул лишнего, видите, по пьяни, и все. И потерял интересную работу. Так, всякие разные груши, наливки на спирту и прочее. Это, конечно, здорово. Но давайте поглядим, что у нас здесь. Он приземлился на крышу винокурни, пошумел немного и потом полетел дальше. Следы лап. Похоже, он слишком устал, чтобы лететь дальше. Ну, пешком не шло пойти. Ну, значит, далеко он, наверное, уйти не мог, я думаю, что... Плохо ему было. Он еле ногами шевелел. Может, он вообще сдох уже где-нибудь? А тут приземлился второй драконит побольше. Подождал, пока маленькому станет лучше, и они полетели вместе. И будет легко выследить у того, что поменьше по-прежнему шла кровь. Значит, это-таки их было два. Но, как я предполагал, что все будет не так-то просто. Один будет ранен, или, может быть, даже уже мертвый. Может быть, он и копыта откинул. Звуки какие-то очень нехорошие слева. Ну их нафиг мне еще не до этого. Здесь след обрывается. Но бьюсь об заклад, что там наверху у них гнезда. Есть такое дело. Тут даже не надо быть ведьмаком, чтобы это понять. Потому что только что, собственно, в катсцене два драконита пролетели. Как раз крыльями замахнули. Ну, давайте поднимемся, да посмотрим. Бьюсь, Гейт, об заклад, что там у них гнездо. Так, родной. Давай-ка. До скорого. Ох, лупит, конечно. Нехило. Тихо-тихо-тихо. Давай без этого. Без хурмы. Один есть. Ну, поехали. Ну, поехали мочить второго тогда в таком случае. Блин, сволочь, улетел. Но, обещал вернуться. Ах ты мать твою. Ну, добей. Отлично. Вот и все. Ну, ладно. Пора забрать трофей. Остальные еще не вылупились. Надо все сжечь. Трофей Озглеска. И когда же какой-то меч? Далее. Надо, говорит, все сжечь. Ну, зачем же так, Геральт? Можно же вырастить их. Будут ручные птички. Жесть. Конец. Драконья чешуя, щерепка, Клифырдена, Орена. Все-таки пару яиц уцелело. Отлично. Да, Плотва? Не так ли? Неплохо. Ну, что ж. На этом, пожалуй, все, собственно. Давайте посмотрим те руины по-быстрому еще. Мало ли там чего полезного завалялось. Если, конечно, в них не было. Школа Грифона. Ну, что ж. Ладно, то рассмотрим. Давайте, почему бы и нет, найдем какую-то часть доспеха. Но давайте сделаем это уже в следующей серии. Потому что, как это не печально, нам с вами пора прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь на него. Ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. А для вас играла Комментировавалда. Это была игра Ведьмак 3 Дикая Охота на Эпик Тайп. До новых встреч. Пока-пока.